Да, на 21 октября на 10.30 был записан. Заявка принята на рассмотрение. Услуга предоставлена. Редкий случай, когда кто-то из жителей Соликамска обратился в ГИБДД при помощи сайта госуслуг. За 9 месяцев этого года всего 20 человек воспользовались интернетом для оперативного получения необходимой помощи. Между тем, сотрудники полиции отмечают, что электронный сервис облегчает жизнь водителей. Что касается регистрационно-экзаменационного отделения, они могут получить услугу по регистрации транспортных средств и получению водительских удостоверений. При пользовании этим сайтом сокращаются временные рамки оказания госуслуги и сокращение очередей. А ждать в своей очереди порой приходится далеко не 5 и не 10 минут. Водитель Татьяна Герасимова, например, уже полтора часа ждет справку о снятии автомобиля с учета. Говорит, что обязательно записалась бы при помощи государственного портала. Но, во-первых, в списке сервиса ее услуга не значится, а во-вторых, регистрация на сайте госуслуг только кажется легкой. Не все так просто. Насколько я знаю, там надо либо электронную подпись иметь, либо для завершения всех этапов надо прийти в итоге все равно, либо в какой-то центр, либо в почтовое отделение, чтобы подтвердить свою личность. То есть там тоже определенный ряд процедур, которые не так просты, как кажется. Зарегистрироваться на сайте госуслуг самостоятельно на самом деле непросто. Поэтому многие водители предпочитают решать свои проблемы в ГИБДД здесь и сейчас. Также в числе причин и компьютерная близорукость. Но теперь это не проблема. По-прежнему немногие соликамцы знают, что получить помощь при регистрации можно в многофункциональном центре Соликамска. От вас потребуется минимальный набор документов и всего несколько минут терпения. Процедура быстрая и комфортная, еще раз повторюсь. Это занимает минут 5-10. То есть данные заносятся в специализированную систему АИС МФЦ. Тут же система выдает логин и пароль. И активация происходит автоматически. Заявитель на приеме считается зарегистрированным в системе. Когда он придет домой, у него есть возможность поменять и логин, и пароль уже на более удобный, комфортный для него. Все, что нужно иметь при себе – паспорт и СНИЛС. Остальное выполнят сотрудники многофункционального центра. Имея регистрацию на портале Госуслуг, водитель сам выберет удобное время визита в регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. На 100% он может быть уверен, что стоять в очереди ему не придется. Пока же краевые чиновники сообщают, что в Прикамье за 9 месяцев через единый портал Госуслуг в ГИБДД обратились почти 5,5 тысяч человек. Из них всего 20 в Соликамске. По этому показателю нас в 35 раз опережает даже Добрянка. Впрочем, сотрудники ГИБДД уверены, что рано или поздно и наши водители оценят возможности портала Госуслуг. Алексей Запутряев, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль ТВ. Впрочем, сотрудники ГИБДД. Впрочем, сотрудники ГИБДД.